Добрый день! Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы начинаем прямые трансляции, потому что вы, наверное, уже смогли посмотреть многие фильмы, которые есть на нашем телевидении. И вообще цель моего телевидения заключалась в том, чтобы человек, даже не занимаясь, а просто просматривая фильм, становился более здоровым. Потому что, когда он смотрит сильных людей, несомненно, в нем просыпаются силы. Если человек делает правильные движения, то ты начинаешь неосознанно повторять эти движения, которые видишь на экране. И в свое время я посвятил свою жизнь более 30 лет, собирая самые уникальные и в то же время самые простые, самые доступные методы, которые дают прекрасные и, самое главное, однозначные результаты. И вот пришло, наверное, то время, когда мне хочется вот тем богатством, которое у меня есть, с вами поделиться. Причем опыт, который я приобретал, был собран в разных странах, у разных народов, с различными традициями. И я хочу сказать, что это не будет противопоставление классической медицине. Классическая медицина прекрасно помогает в острых случаях. Но когда острый случай прошел, вот здесь очень многое зависит от нас с вами. Потому что есть огромные возможности, огромные запасы, которые хранятся в нас. Огромные силы, знания. И знаете, даже вот занимаясь, когда мы будем делать какие-то упражнения, занятия, вы поймете, что природа даже опасается, доверить ли нам эти огромные знания силу. И поэтому те занятия, которые будут здесь проходить, они будут заключаться еще в том, чтобы мы получили доверие. Доверие природы, доверие нашего тела, доверие той мудрости, которая находится в нас. Поэтому на наших занятиях больше всего нужно будет работать не ногами, руками, не чисто механически, а больше всего работать головой, нашим сознанием. Это то богатство, которое есть только у человека. И душой, сердцем, с любовью работать. Потому что многие сейчас, кто-то из вас может сказать, а что он там говорит, надо уже начинать делать все. Куда торопишься? Мы делаем вроде бы что-то, а на самом деле не делаем, суетимся. Потому что, когда ты понимаешь, осознаешь то, что ты делаешь, результат наступает мгновенно. И даже не важно, какая сложность заболевания. Потому что через какое-то время вы поймете, что диагноз важен для врачей в остром случае. А вот когда ты уже находишься, ну, говорить, в относительно стабильном состоянии, то важны другие вещи, не диагнозы, другое. Об этом мы поговорим немножко позже. Следующее, что на наших занятиях будут упражнения и занятия для самых разных пациентов. Это будут и лежачие больные, которые не могут двигаться, но которым необходимы гимнастики. А почему именно гимнастики? Вы знаете, я считаю, что правильные, уникальные гимнастики, это не менее, а часто более эффективные лечения, чем самые современные операции и препараты. И я это покажу вам. Следующее, что это уникальные упражнения, которые здесь буду показывать, о которых многие из вас даже не слышали, что есть. Потому что богатство, это не то, о чем кричат на каждом углу. Даже если у вас есть богатство, драгоценности, вы их прячете. И поэтому стекляшки, их можно разбросать, а вот богатство их скрывает. И поэтому даже многие упражнения, многие методики, которые я буду вам показывать, мне приходилось за них отдавать очень много сил, энергии, денег, времени, здоровья и даже, наверное, жизни. Поэтому мне бы хотелось делиться с вами, и я уже сказал, что это будет и для лежачих больных, и для спортсменов, и для бизнесменов, у которых нет времени, а здоровья нужно много. И для женщин, и для мужчин, и для детей, с самыми различными заболеваниями. И принцип гимнастик здесь будет еще в том, что обычно говорят, что важно поставить диагноз, важно узнать причину. На самом деле на наших занятиях важно будет другое. Важно не от чего, не от какого диагноза ты двигаешься, а важно, что ты двигаешься к здоровью. То есть ты идешь, куда глаза глядят, а не туда, куда хочешь. И поэтому мы с вами будем заниматься тем, чтобы каждый из вас со стороны своей болезни начал движение к здоровью. Я буду приглашать на эти занятия здесь самых разных людей, и у вас будет возможность попасть на эти занятия. Они будут бесплатными, здесь можно будет заниматься, потому что сейчас то время, когда время, деньги, расстояние имеют колоссальное значение. Не каждый может попасть ко мне. Но важно, что здесь вы будете получать все из первых рук, без потери качества. Здесь будут находиться и самые известные люди, и артисты, и бизнесмены, и очень богатые люди. И в то же время каждый из вас может получить то, что получает каждый человек здесь. Те занятия, которые здесь будут, я еще хочу сделать их немножко необычными. В каком плане? Обычно мы ходим в тренажерный зал, а затем живем обычной жизнью. Ходим, сидим, лежим, едим, двигаемся. Но, знаете, меня поражали некоторые такие события, которые я смотрел, и меня не просто поражали. Я всем рассказываю, как меня поразила мышь, которая попала в ванну. Вы знаете, на какую высоту она подпрыгнула? Она подпрыгнула на вот такую высоту и убежала. Я был в шоке. В шоке не от того, что она подпрыгнула, а от того, что эта мышь, никогда не тренируясь, не занимаясь спортом, не работая на тренажерах, подпрыгнула. То есть она же ведь все время ползает в земле. Я знаю одного культуриста, который решил сделать суперкота. Он его тренировал на тренажерах, занимался с ним, что он считал, что этот кот выйдет во двор, и все коты от него разбегутся. Оказалось, к нему подошел котенок, который его и сцарапал, и он убежал. То есть мы, занимаясь иногда в тренажерных залах, занятиями, я занимался йогой, восточными гимнастиками, многими вещами, и лечу йогу в самого высокого уровня. Я понял еще то, что есть уникальные вещи, которые находятся в нас. И иногда, тренируясь, мы не даем тем возможностям и той мудрости, которая находится в теле, проявиться. И поэтому мне хочется так, чтобы вы не занимались гимнастиками специально, а чтобы ваша жизнь была гимнастикой. Чтобы у вас были здоровые привычки, как правильно стоять. Чтобы у вас была привычка, как правильно идешь. Чтобы у вас была привычка, как правильно сидишь. И иногда занятия заключались не в том, чтобы сделать нагрузку, а чтобы скорректировать свое тело, настроить его. И тогда ваша жизнь, каждую минуту, независимо от того, сидите, лежите, ходите, чем бы вы ни занимались, будет гимнастикой. То есть вы не тратите время на специальные занятия. Потому что специальные занятия это уже как образ жизни, как работа. И поэтому сегодня я говорю вам о занятиях, чтобы вы понимали, что эти занятия будут интересны и полезны для всех. И для детей, и для взрослых, и для больных, и для здоровых, и для спортсменов. И сегодня мы с вами начнем занятия с диагностики. Многие знают, что есть компьютерные томографы, есть уникальные приборы. Но вы знаете, интересная вещь, что одним из самых совершенных диагностических приборов, которое безошибочно многое может сказать, является зеркало. Зеркало, потому что каждый из вас сейчас может посмотреть на себя. Встаньте, как вы обычно стоите. Закройте глаза, соедините ножки, закройте глаза и попробуйте встать прямо, ровно. Лучше всего это делать напротив зеркала. А затем посмотрите на себя. Я уверен, что когда вы откроете глаза, то абсолютное большинство из вас увидит, что одно плечо выше, одна нога где-то впереди, голова наклонена, а вам кажется, что вы стоите ровно. И посмотрите на пожилых людей. Люди постепенно сгибают колени, отклячивается пятая точка, прогибается спина, и человек состаривается. А ведь есть, я видел человека за 90 лет. Когда я шел за ним, я не мог понять. Это была походка мужчины, на которого приятно смотреть. Знаете, очень интересно, это было в Воронеже. Я шел по улице и увидел человека, который шел в таком вот френчик, я не знаю какого года, такого болотного цвета, с такой сумкой. И причем его походка была настолько уверенной, настолько красивой, что я не мог не подойти и не обратиться к нему, не спросить, сколько ему лет. Ему было за 90 лет. И я хочу сказать, сейчас каждый из вас смотрит в зеркало, видит свое тело. И если у вас есть дисгармония в теле, и вы начнете делать нагрузки, то задайте себе вопрос, если в машине что-то раскоординировано, а вы даете ей нагрузку, что с нею будет? Правильно, она начнет разваливаться. Точно так же. Потому что многие считают, что давая нагрузку, приходя в тренажерный зал, занимаясь спортом, йогой, восточными гимнастиками, гирями, гантелями, штангами, всем остальным, бегая по каким-то дорожкам, вы сделаете себе результат? Нет. Вы сделаете результат на 20%, а на 50% раскоординируете и угробите себя. Потому что важно, что есть нагрузки, которые рассчитаны не на движение разболтанного, раскоординированного тела, а на то, чтобы гармонизировать себя, стать более ровным, подтянутым, вытянутым. Тогда и все органы будут становиться на свое место. Тогда они работать будут совсем по-другому. будут работать так, чтобы доставлять вам радость, давать силы и здоровье. Я хочу сказать, что сейчас вы посмотрели, как вы стоите. А теперь попробуйте пройтись и тоже посмотреть в зеркало. Как вы идете? Как вы идете? Посмотрите, как двигаются вас ноги, руки. Потому что даже от того, как вы двигаетесь, насколько гармоничны эти движения. У большинства плечи зажаты, ноги двигаются отдельно от рук. То есть все происходит так, как будто каждая часть тела работает сама по себе. Я даже не говорю о том, что гармонично работают ноги и руки. А получается так, что даже одна рука работает, вторая не работает. И человек иногда идет и двигается. Такое чувство, что у него одна рука присохла, и он двигается одной рукой. И поэтому даже по движению, потому как человек идет, как человек стоит, можно говорить не только о проблемах с его мышцами, связками, костями, суставами, позвоночником. Но можно даже говорить, какие органы уже страдают или готовятся к тому, чтобы начать болеть. Ну вот сегодня я несколько слов сказал о диагностике. Я хочу сказать, что сегодня, наверное, я больше даже не говорю, не даю информации, а создаю больше вопросов у вас. Что будут за занятия, какие занятия, почему здесь стоит балетный станок? Да потому что мы будем заниматься с вами с уникальными приборами. Приборы, при помощи которых можно по-настоящему восстановить гармонию тела. Знаете, как с помощью отвеса и уровня можно построить здание любой сложности. Вот это балетный станок, мы будем заниматься с ним. Вот эта стенка, это настоящие уникальные приборы. На какой высоте они находятся, какое расстояние, какое дерево. Как будет тело работать с этими приборами. И вы увидите, что создать их не так сложно, даже в домашних условиях. А получить результаты можно колоссально. Это будут и прямые палочки, и прямой пол, и веревочка. То есть здесь будут занятия, которые будут вам по-настоящему приятны. Знаете, бывает состояние, когда человеку просто радостно. Независимо от того, кризис, не кризис, какая погода, какое время. Потому что у него есть радость, гармония внутри, в теле, в клетке, в органах, взаимодействие этих органов. Вот к этому и мы будем стремиться. И я хочу сказать, что на наших занятиях не будет больных, будут только выздоравливающие. И сейчас то время, когда кризис, когда не хватает времени, не хватает денег, нужно больше сил. И вот мы как раз с вами и будем заниматься тем, чтобы не искать силы где-то, а находить их внутри себя. И, кстати говоря, есть притча, одна из моих любимых притч, когда боги решили спрятать силу, здоровье. Отняли у человека и спрятали. Я уже эту притчу рассказывал, но еще раз хочу повторить. И они пытались спрятать под землей, в горах, в животных, в растениях. Но один мудрый, самый мудрый, бог сказал, надо спрятать там, где человек никогда не будет искать. Спрятать в нем самом. И поэтому все лекарства, все приборы, все, что было, есть и все, что будет вокруг нас, находится и внутри. И поэтому мы будем пользоваться, несомненно, и лекарствами, и травами, и помощью врачей, и помощью самых современных методов лечения. Но не забывать, что все это есть и в нас. И что это нужно зарабатывать. Что само по себе оно никогда не начнет работать, потому что тело ленивое. И если оно получило внешне, оно уже не получит изнутри. И поэтому для тех, кто действительно хочет получить, точнее сказать, не получить, а честно заработать настоящее здоровье, будут наши занятия. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok